На 100 миллионов рублей пополнилась казна Волжского благодаря субсидиям из вышестоящих бюджетов. Эти деньги поступили в рамках софинансирования программ по ремонту многоквартирных домов, реконструкции и строительству дорог. И в связи с этим в главный финансовый документ города необходимо внести поправки. Их обсуждение состоялось сегодня на заседании профильной комиссии Гордумы. С подробностями Игорь Морозов. Бюджет Волжского на 2010 год изначально верстался дефицитным. Сейчас расходы превышают доходы почти на 300 миллионов рублей. Городские власти надеялись на улучшение финансовой ситуации, в частности за счет реализации программы приватизации муниципального имущества. Но, как оказалось, эти надежды не оправдались. В том проекте, который мы направляли, было предусмотрено, что на 100 миллионов этих доходов поступит меньше. Я думаю, что эта цифра еще должна будет изменяться, к сожалению, в меньшую сторону, потому что мы в этом году особого интереса от инвесторов к приобретению муниципального имущества, к сожалению, не видим. Впрочем, как было отмечено на комиссии, в финансовой сфере Волжского есть и положительная динамика. Так, на 25 миллионов рублей выросли поступления в казну от налога на доходы физических лиц. Еще такой же прирост дали госпошлины за регистрацию транспортных средств. Одновременно депутаты урезали траты, не относящиеся к числу жизненно необходимых, а деньги направили на решение первоочередных социально-экономических проблем. В частности, 2,5 миллиона рублей выделено на обеспечение волжан бесплатными лекарствами. 1,5 миллиона рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования для городской больницы номер 3. Еще 2 миллиона предусмотрено на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Увеличили финансирование на обслуживание дорог наших для нашего комбината благоустройства, чтобы в любое время года, погоды были они убраны, и мы не зависели от частных подрядчиков, которые в последнее время, есть практика, не выполняют свои обязательства. Не был забытый футбольный клуб «Энергия», который сегодня испытывает серьезные финансовые проблемы. На зарплату игроков в содержании команды депутаты планируют направить 2 миллиона 800 тысяч рублей, что позволит клубу продолжить выступление в первенстве России. Принятые комиссии по бюджету поправки городская дума рассмотрят на своем ближайшем заседании. Игорь Морозов, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба». Принятые комиссии по бюджету «Ахтуба»